Подзаголовок. Культурная война. Оспаривая тезис профессора Сэмюэла П. Ханнингтона о грядущем столкновении цивилизаций, Джеймс Куртс заявил в своей книге «Национальные интересы», что «батареи» Ханнингтона, как сингапурские орудия, повернуты не в том направлении. Цитата. 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 природы и божественными установлениями. Иными словами, новое общество строится на песке. Женщины отличаются от мужчин, и сколько ни утверждай обратное, это ничего не изменит. Женщины разительно отличаются от мужчин, у них иные социальные роли, к исполнению которых мужчины не приспособлены, чтобы не постановляли суды. Женщины не могут вести мужской образ жизни без катастрофических последствий для семьи, общества и государства. Гомосексуалиста не перевоспитать, скорее уж он заразит своим порокам окружающих. Тем самым способом, каким они себя позиционируют, гомосексуалисты убивают себя физически, морально и духовно. Так говорят Августин, Аквинат, Центр здравоохранения Атланты, Тора, Новый Завет и Коран. А кто опровергнет эти авторитеты? Даже беглый взгляд на страницу некрологов в любой газете покажет, что гомосексуализм и долгая жизнь несовместимы. Как и всякое иное общество, Америка выяснила, что Господь, прежде чем высечь свои заповеди в камне, из предосторожности прописал их в человеческих сердцах. Попробуй воспротивиться его установлениям, возмутиться против них. Ты все равно не избежишь последствий противоестественной жизни. Мы можем сколько угодно убеждать детей в том, что гендерные различия – суть чисто умозрительные понятия, что все цивилизации, культуры, религии и государства равноправны. Реальный мир объяснит им, что их обманывали. Пускай современный релятивизм утверждает равноправие всех культур, пишет Кеннет Минок в журнале New Criterion. Никто, разумеется, всерьез в это не верит. В отличие от технологической сферы, моральное неравноправие культур особенно заметно на примере положения женщин. Только Запад сумел отменить рабство, однако характерной чертой современного декора, возможно, порождением преслоутого триумфализма является требование к нам нигде и ни при каких обстоятельствах не превозносить преимущества европейской цивилизации, несмотря на то, что многие миллионы людей жаждут оказаться под ее сенью. Конец цитаты. «Покажите мне человека, который искренне верил бы в равноправие культур и цивилизаций. Разве последователи пророка Мухаммеда считают христианство равноправной с исламом религией? Разве североамериканские миссионеры, стремившиеся донести христову веру до иракезов, верили, что индейские религии достойны встать вровень с христианством? Разве верили в равноправие цивилизаций Кортес и Писарро, покорявшие ацтеков и инков? Разве все культуры создали равно великие образцы поэзии, прозы, живописи, скульптуры, музыки и архитектуры? Неужели кто-то и вправду верит в это? Или это не более чем досужие разговоры в метрополитен-музее и музее современного искусства? Равноправны ли нации и государства? Если да, почему же беженцы со всего мира стекаются на запад? Равноправны ли люди? Да, в Америке равноправие гарантировано законом, но представление о собственном достоинстве каждого человека и о равноправии людей возникло не в Китае, не в Японии, не в Африке и не в Аравии. Оно родилось на Западе. Постыдно ли рабство и рабовладение? Безусловно. Но какая религия первой заговорила об этом, и какая нация первой приступила к искоренению рабства? Христианство и англичане. Согласно первой поправке, люди имеют право на свободу вероисповедания, однако в высшей степени нелепо делать отсюда вывод, что все веры и религии равноправны. И цивилизации тоже неравноправны. Запад подарил миру лучшее из того, что было когда-либо сформулировано и придумано. Западная цивилизация и западная культура превосходят все остальные. Демократия одного голоса не является ненарушимым принципом. Это утилитарная идея. В мировом масштабе она не сработает. Американцы составляют 4% мирового населения и обладают 30% мировой экономической и военной мощи. Им попросту не пристало рассуждать о равноправии наций и государств, как, впрочем, не пристало и поступаться хотя бы толикой суверенитета в пользу очередной Вавилонской башни на Тертул-Бэй. Мировое правительство, в котором все государства и народы будут иметь равное право определять судьбу человечества – абсурд. Самолетом управляет пилот, а не пассажиры. Родители не дают младенцам права голоса при обсуждении семейных проблем. Я призываю не к высокомерному поглядыванию на остальных, но к самоуважению и твердости тех, кто наделен полномочиями принимать соответствующие решения. В своей статье «Моление о нетерпимости» 1931 год епископ Фултон Шин описал потребность в интеллектуальной опоре, в кавычках, которая заставляет современного священника «метаться от быка истины к ослу невежества». К некоторым вещам, пишет Шин, люди моральные должны быть «нетерпимы». Цитата. «Терпимость относится лишь к людям, но никогда к истине или к принципам. Что касается последних, мы должны быть нетерпимы. Правда остается правдой, даже когда никто не говорит правды, и ложь не станет правдой от того, что все лгут. И в этот день и час нам потребна, как заметил мистер Честертон, не церковь, которая права, когда прав мир, а церковь, которая права, когда мир ошибается». Конец цитаты. Революция окажется недолговечной, поскольку против нее обратится тот цинизм, который она сама воспитывала у молодых. Ее иконы будут сожжены выпистованными ею варварами. Критическая теория, игра, в которую могут играть все подряд, политика персонального разрушения, примененная к Джону Тауэру и Роберту Борку, сейчас стала оружием в арсенале обеих сторон. Пока революция у власти, циничный лозунг 60-х, не доверяя людям старше 30-ти, может быть с легкостью повернут против нее. Без западной культуры, этой иммунной системы нашей цивилизации, Новая Америка абсолютно беззащитна и абсолютно уязвима. Когда немецкие танки стояли под Москвой, Сталин вдруг выяснил, немногие готовы умирать за идеалы большевизма, зато все как один готовы защищать Родину. Патриотизм спас Россию. К сожалению, американский патриотизм подорван саперами культурной революции. Когда Малдолин Олбрайт, Уильям Коэн и Сэнди Бергер отправились в Огайо, рассчитывая добиться поддержки в вопросе возобновления бомбовых ударов по Ираку, они с изумлением обнаружили, что «поколение Икс» жаждет участвовать в клинтоновских войнах не больше, чем Билл Клинтон и его поколение Вудстока жаждали воевать за Никсона. «Ну почему мы не можем ужиться?» спрашивал Родни Кинг во время мятежа в Лос-Анджелесе, когда полицейских, избивавших его, оправдали на суде. «Да, было бы просто здорово, сумей мы ужиться. Но горькая правда состоит в том, что ужиться мы попросту не способны, потому что погрязли в войне за идентичность, за понимание того, кто мы такие, во что верим и за что сражаемся. Этот конфликт не подавить и не искоренить, ибо он затрагивает основы человеческого бытия. Те, кто отрицает, будто культурная война по сути своей является войной религиозной, не утруждали себя размышлениями на эту тему. Не стоит тешиться иллюзиями, будто в этой ситуации возможен мир. Революция мгновенно нарушит любое перемирие, поскольку она стремится к абсолютной власти и к уничтожению Старой Америки. Консерваторов и традиционалистов называют расистами, фашистами, фанатиками, экстремистами, гомофобами и нацистами. И все потому, что именно так воспринимает нас революция. Нападки на нашу историю и на наших героев не кончаются, потому что для культурной революции это способ очистить в кавычках Америку от ненавистного наследия. Посмотрите на требования, предъявляемые к жителям страны Божьей в кавычках. Американских детей вынуждают расти в культуре, которую их родители считают упаднической, если не сказать демонической. Правительство использует налоги на финансирование того, что эти люди называют убийством нерожденных младенцев. Они вынуждены отправлять детей в школы, которые грозят подорвать религиозность молодых. Им велят бросить попытки жить по библейским законам, ибо это сегодня запрещено Конституцией. Такова цена мира в культурной войне. И неудивительно, что для миллионов христиан она слишком высока. Общество, в котором процветает порнография, в котором церковники благословляют клубы гомосексуалистов, а христианские символы и праздники отменены за необходимостью, это совсем не то общество, в котором хотят жить эти люди. В глазах молчаливого большинства правительство теряет свою легитимность. Это большинство не прибегнет к насилию, поскольку состоит из людей, не склонных к насильственным действиям. Однако оно начинает относиться к правительству, как к инородному телу, и искать пути освобождения из-под пяты доминирующей декадентской культуры. В унесенных ветром Ред Батлер, терпение которого истощилось, в последний раз покидает Тару. Потрясенная Скарлетт кричит ему вслед. «Что же делать мне?» Ред отвечает. «Честно говоря, милая, мне плевать». Нас, американцев, все меньше и меньше заботит, как обстоят дела у наших противников в культурной войне. Мы всего лишь хотим освободиться от пут и неуклонно движемся к разрыву. Вероятно, уже скоро настанет время повторить задос спасасам. Что ж, мы – две нации. Несколько лет назад один неоконсервативный журнал высказался в том смысле, что нельзя любить свою страну и одновременно ненавидеть ее правительство. Но ведь Вашингтон не ненавидел Англию, однако пошел воевать с англичанами, чтобы избавить свою страну от власти парламента и короля. Роберт Эли не ненавидел страну, за которую сражался в Мексике. Он лишь стремился свергнуть ее правительство. Элис Рузвельт и Чарльз Линдберг презирали Франклина Делано Рузвельта, но они любили Америку и не собирались втягивать ее в очередной европейский конфликт, который, по их мнению, не затрагивал американских интересов. Человек может любить свою страну и презирать ее правительство во главе с мистером Клинтоном, как, собственно, и было с миллионами американцев. Если нынешняя Америка уже не та, что раньше, чем мы обязаны нашему правительству? Ответ содержится в Евангелии от Матфея. Тогда говорят им «Итак, отдайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Традиционалистам следует взять на вооружение отношение к империи римских христиан. Они сохраняли верность империи, но отказывались принимать едиоязыческую культуру. Иными словами, они оторвались от прежних обычаев и обрядов и создали новую христианскую культуру в своих семьях и своей среде. Отделение от доминирующей культуры может происходить самыми разными способами – от отказа смотреть телевизор и ходить в кино до домашнего обучения, участие в демонстрациях против абортов и переселения в менее загрязненные районы. Так, в частности, поступали меннониты-амиши – ортодоксальные иудеи, мормоны, переселившиеся к Великому Соленому озеру. Католики 19-го столетия забирали детей из публичных школ и отдавали их в школы приходские. В 1980-е годы протестанты и фундаменталисты начали создавать альтернативные культурные и общественные институты – христианские школы, телепередачи, журналы, радиостанции, сети кабельного вещания, книжные магазины и издательства. Миллионы детей посещают сегодня католические и протестантские школы, и свыше миллиона человек учатся на дому. Обращаясь к традиционалистам-католикам, обозреватель журнала «Вондерер» Джеймс К. Фитцпатрик писал, «Нам придется приспособиться к положению субкультуры и всему, что это положение подразумевает, или же мы должны будем заключить перемирие с Новой Америкой, созданной голливудскими порнографами. Подобный вариант невозможен». Взрослые могут отделиться от доминирующей культуры, покупая книги, видеокассеты и компакт-диски. Местный магазин может предлагать фильмы для «взрослых», однако сеть блокбастер-видео торгует только классикой. «Вчерашний Голливуд» совсем не то, что Голливуд нынешний. Фильмы прошлого прославляли героизм, благородство и патриотизм. Среди фильмов 2000 года к таким, безусловно, относятся «Гладиатор», «Патриот» и «Тринадцатый день». Когда Американский институт кино опубликовал в 1989 году список величайших американских кинокартин, в верхней половине этого списка оказался лишь один фильм, снятый после 1982 года. Что же касается презираемых ныне 50-х годов, они представлены семью фильмами «На набережной», «Поющие под дождем», «Бульвар Сансет», «Мост через реку Квай», «В джазе только девушки», «Все о деве» и «Африканская королева». Среди прочих фильмов 50-х, вошедших в топ-лист «Полдень», «Окно во двор», «Трамвай желания», «Отсюда и в вечность», «Бунтарь без причины», «Головокружение», «Американец в Париже», «Шейн», «Бен Гур», «Великан», «Место под солнцем» и «Искатели». В 1998 году Библиотечный совет предложил вниманию публике свой список из лучших романов 20-го столетия. Разумеется, в списке наличествовали произведения представителей контркультуры. В то же время в него вошли четыре романа Конрада, включая «Лорда Джима» и «Сердце тьмы», «Скотный двор» и «1984-й Оруэлла», «Дивный новый мир» Хаксли, «Слепящая тьма» Кестлера, «Вся королевская рать» Роберта Пена Уоррена, «Повелитель мух» Уильяма Голдинга, киношник Уолкера Перси и Ким Киплинга. Среди сотни лучших нехудожественных книг 20-го века первенствовали левые сочинения. Однако нашлось место и Элиоту, Менкеру, Шелби Футу, Тому Вулфу, Уинстону Черчиллю, Полу Фасселу и английскому военному историку Джону Кигану. Традиционалистам не составит труда подготовить курс английской и американской литературы для школ и университетов, а также собрать фильмотеку, которая познакомит молодежь с лучшими книгами и фильмами, созданными в Америке. Если водопроводную воду пить невозможно, покупай родниковую воду в бутылках. Это правило применимо и к загрязненной культуре. Интернет может объединять группы людей со схожими политическими и религиозными воззрениями. Взрослые могут найти то, что им требуется в биографиях, исторических сочинениях, политологических студиях и в новостях, и не только в книгах, но и на кабельном телевидении. Радиостанции в большинстве своем «забитых ламом» в кавычках, но существуют христианские и консервативные радиостанции, а также станции, передающие классическую музыку и рок 70-х, в пику, эйсидроку, хардроку, сатанинскому року, хип-хопу и рэпу. У детей положение сложнее. В музыке, которую они слушают, в фильмах, которые они смотрят, на МТВ и на других телеканалах, в книгах и журналах, которые они читают, торжествует гедонизм. От него нигде не укрыться. Пожалуй, лучшее, что могут сделать родители, это внушить своим детям необходимые жизненные ценности и молиться, чтобы они эти ценности воплощали в жизни, чтобы не погрязли в грандиозном болоте американской масс-культуры.